добрый день дорогие друзья приветствую вас из петербурга у нас холодно ветер и очень много снега за моей спиной володарский мост сейчас я его вам покажу поподробнее может через него называется володарский по имени такого революционера володарского там под мостом на той стороне стоит ему памятник вот так он у нас красиво украшен уже не первый год наш мост володарский и вот такие вот у нас сугробы вот такие сугробы такая снежная зима но немножко я с вами прогуляюсь по своему району невскому это не невский проспект это невский район вот у нас такой физкультурно-торговый центр там фитнес спортзалы и магазины невский елочка вокруг него около него за елкой ресторан макдональдс вот посмотрите сколько у нас снега сколько у нас снега ну такое бывает не часто но уже давно уже несколько вот таких зим мы наблюдаем что для города очень неудобно потому что у нас сто мороз то оттепель автобус войти выйти трудно в метро вода ну что скажешь как сказал польский поэт мицкевич рим создан человеческой рукой венеция создание богов а петербург придуман сатаной да город наш великолепный и красивый но климат здесь очень тяжелый он конечно не такой холодный как в сибири но у нас очень много воды вот и я живу вот здесь вот прямо у невы вот там мост у нас такая полноводная нева как озеро и плюс ладожское озеро онега финский залив бесконечные реки каналы и плюс болото вот так и живем немножко подошла поближе к этой елке чтобы вам показать ее ну вот пара тут тоже хочет сфотографироваться а вообще как то вот у нас не так много гуляющих ну это вот то ли сани Деда Мороза то ли у юга такая ну и вот ресторан Макдональдс темно да темная очень ночь мне очень часто говорят что почему то у вас очень темно но у нас еще темно у нас еще полярная ночь это ресторан Токио сити собачка не хочет идти хочет в ресторан приходится брать на руки красивая очень витрина цветочного магазина очень красиво а посетителей нет ни одного человека очень красиво это все выглядит когда зима ну мы вот прошли мимо ресторана Токио сити это сеть городских ресторанов японских суши в основном там и видели что свободных мест на двух этажах нет они почему то все такие вот эти рестораны двухэтажные вот а я вам показываю еще раз Володарский мост представляете себе ширину Невы и вот какой огромный мост мост разводной разводится один пролет посредине когда идет навигация это единственный мост с трамвайным виадуком по нему идет трамвай и дальше вот он там ну это надо проехать чтобы видеть вот по виадуку он заворачивает ну в общем интересно очень на той стороне там что-то очень интересное сверкает ну там здание администрации там видимо больше иллюминации вот я уже скоро пройду под мостом показываю вам наш новогодний красивый мост мост назван в честь революционера Володарского и вот там на той стороне стоит памятник Володарский был революционер который был один из первых погиб где-то по-моему в 20-м году и после этого был объявлен большой красный террор когда когда был арестован расстреляно очень много людей как бы кровь за кровь ехал он на Обуховский завод он был очень хороший агитат наоборот ну и там была какая-то сходка там какое-то мероприятие у него что-то случилось с колесом или с мотором машину остановили и вероятно он вышел в общем памятник поставлен на том месте где он был убит расстрелян но на самом деле это было бытовое убийство его застрелил рабочий этого же по-моему Обуховского завода за то что он совратил его дочь но все было вот так вот состряпано что убийство политическое сейчас мы перейдем на ту сторону еще раз пройдем мимо театра мастерская руководит этим театром Козлов такой режиссер театр молодежный очень хороший Ваенга у нас поют 29-го 30-го января но это наша питерская певица она сейчас конечно в Москве ну вот еще смотрим на мост и даже вот месяц получается запечатлеть в момент убийства Володарскому было 26 лет это был молодой еврейский юноша уже с очень большой такой революционной политической биографией он родился на Украине где-то в местечке таком еврейском в семье ремесленника был партнэм потом он занялся политикой стал занимать какие-то там должности в организации буддовцев и каким-то образом он оказался в Америке в Соединенных Штатах там он работал приказчиком в лавке там он познакомился с Троцким и в момент революционных событий они с Троцким вернулись наверное уже в Советский Союз ой Советский Союз был в 22-м году ну наверное вот уже в революционную Россию настоящее имя у него было другое еврейское Володарский это его псевдоним и я очень долго пыталась узнать В. Володарский вот псевдоним кто он там Владимир Володарский Вадим Володарский иногда пишут В. В. Володарский нет ничего не узнала вот В. В. Володарский и все и иногда пишут М. Володарский тоже ломал голову что такое М. Володарский пока до меня не дошло что это мост Володарский хотя речь шла вот об этом человеке ну партийная не партийная кличка а прозвище у него было такое пулеметчик то ли за то что он очень был хороший оратор строчил как из пулемета свои речи то ли за то что он был очень жестокий человек который расправлялся со своими недругами револьвер у него всегда был товарищ Маузер в общем вот такие вот коммунисты неоднозначные но самое большое топонимическое название у нас в России это Володарский вероятно потому что он очень рано погиб есть поселки Володарского дома культуры улицы больницы в общем чего только нет и у нас под Петербургом был поселок Володарской платформа Володарская сейчас ей вернули историческое название Сергеева это я по дороге домой вот показываю елку украшенную украшенную даже игрушками стеклянными вот вижу огоньками звезда просто у жилого дома вот вероятно она тут растет потому что вот растут тут еще елки туи вот вот так вот молодцы люди вот такой у нас сегодня рождественский сочельник 6 января 2022 года я прощаюсь с вами с вами была я Светлана Тинсон и мой канал Жизнь в соснах программа украшен к украшен сегодня об Wait и тут желoy